Logite Regressi входит в класс методов лог-линейного анализа и, по сути, очень похоже на GenLog, GeneralLogLinear. Чтобы понять, в чем отличие Logite Regressi, прежде всего, нужно сакцентировать внимание на постановке задачи. Задача Logite Regressi состоит в том, чтобы посмотреть, с какими категориями предикторов наиболее часто встречаются зависимые переменные. Ну, то есть, поскольку зависимые переменные тоже категориальные, получается, с какими категориями каких предикторов наиболее часто встречается каждая категория зависимой переменной. Причем, когда речь идет, опять же, о чистоте в соответствии с идеями лог-линейного анализа, чаще, чем в контрольной группе. Причем, бывает чаще, чем в контрольной группе. Статистически значимые, бывает незначимые. Соответственно, модель нам покажет, где значимые эффекты, где эффекты незначимые. Как технически это происходит? По сути, Logite Regressi акцентирует наше внимание именно на тех ячейках многомерной таблиц сопряженности, в которых и проявляются эти самые сильные эффекты. Для сочетания эффектов. То есть, где частота встречаемости совместная, значение предикторов и значение зависимой переменной, она превышает некоторые порога, соответственно, является статистически значимой. То есть, как бы не все ячейки таблицы, многомерной таблицы сопряженности виртуальной нас интересуют, а только те, в которых зависимые переменные присутствуют. Точнее, присутствует, понятное дело, она везде, потому что она является одной из переменных, которые формируют эту виртуальную таблицу сопряженности. Но акцентируется внимание именно на тех ячейках, где проявляется повышенная, скажем так, статистически значимая высокая повышенная частота встречаемости. Причем, эта повышенная частота встречаемости обусловлена именно сочетанием предикторов с зависимой переменной. Те же повышенные частоты, которые есть в ячейках нашей виртуальной таблицы, и которые обусловлены не эффектами, в которых участвует зависимая переменная, они, наоборот, отходят на второй план. Первым шагом логид регрессии является первый же шаг GenLog, то есть предварительный, скажем так, шаг.